МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Бишкеке ситуация после отключения электроэнергии нормализована. Об этом сообщили в столичной мэрии. Все насосы, водозаборы работают в штатном режиме. Ведутся регулировочные работы. В Северэлектро подали электроэнергию городу в необходимом объеме. На ТЭЦ Бишкека тепловая нагрузка восстановлена. Подача тепла возобновлена в дома горожан. Сегодня проведут регулировочные работы по заявкам жителей. И напомнили в мэрии. Котельные Бишкек теплоэнерго также работают в штатном режиме. Подача тепла и горячей воды восстановлена. В Токмаке на улице Ленинской сгорело 68 квадратных метров гаража, навеса и 10 канистр с ГСМ. Как сообщает МЧС, в результате пожара, ожоги рук и ног лица получил 53-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Причина пожара выясняется. По некоторым данным, на этой точке осуществлялась продажа горюче-смазочных материалов. В связи с объявленным в Турции штормовым предупреждением и обильными снегопадами авиакомпаниями Turkish Airlines и Pegasus был перенесен ряд рейсов в Стамбул-Бишкек. Как сообщает Генконсульство страны в Стамбуле, в настоящее время авиаперевозчики по мере обращения пассажиров организуют питание и временное размещение. По официальной информации, по мере улучшения погодных условий пассажирам будут представлены билеты на возобновленные рейсы. Для оказания посильной помощи сотрудники Генконсульства посетили Международный аэропорт Стамбула. Гражданам Кыргызстана со стороны авиакомпании оказывается содействие в организации питания и своевременного информирования путем рассылки сообщений о возобновлении рейсов. В случае чрезвычайной ситуации граждане могут обратиться по номеру плюс 90 535 107 72 12, говорится в сообщении. Административный суд Бишкека отказал Рыскельдимом Бекову в отмене решения ЦИКа об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Джугур-Кукинеша по Первомайскому одномандатному избирательному округу. Ранее ЦИК отказал Мамбекову в регистрации в качестве кандидатов в депутаты в связи с непредставлением документов о наличии высшего профессионального образования. 19 января в рамках проверки кандидата Мамбекова на соответствие требованиям законодательства в части наличия высшего образования Минобразование в своем официальном сообщении подтвердило, что диплом КНУ в 2003 году Мамбекову не выдавался. 21 января Мамбеков подал исковое заявление в административный суд о признании незаконным и отмене решения Центра сберкома. 24 января административным судом в удовлетворении требований искового заявления Мамбекова было отказано. Решение ЦИКа признано законным и обоснованным. Государству нанесен ущерб в размере более 170 миллионов сомов из-за коррупции в таможенной службе. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре. В ходе прокурорской проверки установлено, что в 2019 году должностные лица по таможенному оформлению транспортных средств осуществляли перевозку транспорта в нарушение таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Так злоумышленники осуществили таможенное оформление пассажирских автобусов, привезенных из третьих стран в республику, по заниженному тарифу. В результате чего бюджету республики нанесен материальный ущерб на сумму свыше 170 миллионов сомов. В Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция». Сотрудники УПСМ Бишкека установили личности, доставили лже сотрудника Госкомитета нацбезопасности. 24 января в службу 102 поступило сообщение о том, что в одной из аптек на пересечении улиц Чуй и Гоголя неизвестные требуют деньги. На место происшествия выехали сотрудники патрульной службы милиции. По данному факту, сотрудниками патрульной службы милиции при проведении разыскных мероприятий по горячим следам был установлен и доставлен в УВД Свердловского района 35-летний мужчина. При проверке соответствующих документов обнаружено и установлено, что удостоверение ГКНБ является поддельным. По республике за сутки выявлено 370 новых случаев коронавируса. Как сообщает Минздрав, из них в Бишкеке 243 новых случаев. В Аше двое зараженных в Чуйской области 71, в Ожской четверо, в Таласской области 1, в Нарынской области 5 разоболевших, в Иссыкульской области 11, в Джалалабадской области 18 и в Баткенской 15. За весь период зарегистрировано всего 196 602 случая. За сутки проведено более 4,5 тысяч ПЦР-исследований. Вместе с тем, за минувшие сутки по республике выздоровели и выписаны 510 пациентов, скончались четверо. Среди медработников за сутки зарегистрировано 13 новых случаев ковида. А между тем, в Госантимонополии рассказали о работе по снижению цен на ПЦР-тесты. По их информации, проведен первый этап мероприятия по рассмотрению экономической обоснованности стоимости лабораторной диагностики методом ПЦР-теста на COVID-19. В связи с чем, а также в целях экономической доступности лабораторной диагностики проведены контрольные мероприятия с применением прямых инструментариев, в результате чего стоимость ПЦР-теста на COVID-19 для государственных лабораторий была снижена. Так, решениями госагентства стоимость составила для Департамента профилактики заболеваний госсанепиднадзора 788 сомов, для Ожского межрайонного центра профилактики заболеваний госсанепиднадзора 927 сомов, для Центра госсанепиднадзора Бишкека 896 сомов. В настоящий момент проводится второй этап работы, поскольку на рынке также присутствуют частные медицинские лаборатории.